Прошла пресс-конференция в честь главного спортивного события «Стафета огня зимней универсиады-2019», которая стартует уже завтра, 18 декабря, в 12 часов с Национального музея Тувы. Для нас была большая честь принять, быть в числе федеральных городов, которые принимают «Стафета огня». Но все, наверное, знаете, что мы изначально не были, конечно, в федеральном проекте, но по большой работе, пройденной работе главной республики Товарова Владимировича наш город, наша республика была включена дополнительно. Стоит отметить, огонь зимней универсиады в Туву прибыл из Томска, дальше он направится в Хакасию. Вся же география пути главного символа международного спортивного мероприятия достаточно обширна. Мы были в Казахстане, мы были в Китае, мы прошли уже 15 городов федерального этапа, мы практически всю Европу проехали, мы были на Дальнем Востоке, мы были на Урале, мы прошли 5 городов сибирского федерального округа, теперь мы у вас. Также Стелла Алексеева – заместитель генерального директора исполнительной дирекции. 29-я Всемирно-зимняя универсиады с гордостью рассказала, что факел «Стафета огня» был разработан красноярскими специалистами. Это уникальное сооружение, да, там осуществляется подача огня, но еще раз повторюсь, что те города, которые мы прошли, мы прошли и мороз 26 градусов, ну, для Казахстана, конечно, это не мороз, я понимаю, но мы прошли испытания ветром 25 метров в секунду, это был Калининград и проливной дождь, мы прошли испытания морозом не сильным, мы прошли испытания, ну, наверное, не испытания, такую сказочную погоду, совершенно сказочную погоду в Томске. Когда шел снежок, и наш факел не подвел, он у нас горел замечательно, да, мы всякие интересные вещи придумаем, чтобы он был в тепле, он должен был в тепле, чтобы исправно работать. Общая протяженность пути всех 17 тувинских факелоносцев составит 3900 метров. Старт начинается в 12.00 от Национального музея и через час финиширует на площади Ората, где пройдет кульминация торжественное зажжение городской чаши огня.